Добрый день, уважаемые коллеги! Достаточно редким опухолем, например, по сравнению с тем же раком молочной железы и с меланомой кожей, при которых также выполняется диагностическая процедура биопсии сигнального лимфатического узла. Это накладывает определенные сложности в проведении клинических исследований, в частности, рандомизированных проспективных исследований, которые позволяют нам получить наиболее точные данные об эффективности методики ее клинического применения. В то же время из данных мировой литературы известно, что наличие метастатического поражения в лимфатических узлах шеи является очень важным прогностическим признаком, который влияет как на показатели общей, так и безрецидивной выживаемости. Так, наличие метастатического пораженного лимфатического узла при раке полости рта снижает показатели общей безрецидивной выживаемости на 30-50% по разным данным. В то же время частота скрытых метастазов, то есть тех, которые не выявляются методами лучевой диагностики, составляет от 27% и могут достигать порядка 42%. В то же время выполнение селективной шейной лимфодисекции в профилактических целях у той группы пациентов, у которых не определяются клинически пораженные лимфатические узлы, дает преимущество только в 30% случаях. А у остальных 70% пациентов данная процедура, выполненная профилактической шейной лимфодисекцией, связана только с осложнениями. При этом объем этих осложнений зависит от характера, проведенной селективной шейной лимфодисекцией. Биопсия сигнального лимфатического узла является диагностической процедурой, которая позволяет у пациентов с плоскоклеточным раком слизистой оболочки полости рта уточнить показания к проведению шейной лимфодисекции. То есть она выполняется в том случае, если после проведения биопсии сигнального лимфатического узла у нас выявлен патоморфологический метастатически пораженный лимфатический узел. В то же время в настоящий момент существует ограниченное количество проспективных исследований, которые позволяют сделать клинически применимые выгоды. И в настоящее время биопсия сигнального лимфатического узла носит рекомендательный характер при наличии в центре, который применяет данную методику необходимого оборудования и опыта специалистов. Задача, которую мы ставили при проведении нашего исследования, это оценить частоту монолатерального и биллатерального лимфотока у пациентов с плоскоклеточным раком слизистой оболочки полости рта, у которых не определялись пораженные лимфатические узлы по данным лучевых методов диагностики, а также оценить диагностические свойства методики биопсии сигнального лимфатического узла. Критериями включения в исследование было прежде всего наличие верифицированной опухоли, это плоскоклеточный рак, слизистой оболочки полости рта, локализация ее в области полости рта, это язык, слизистой оболочки щеки, губ, а также распространенность первичной опухоли, которая соответствовала с категорией Т1 по Т3. При этом важно учитывать, что мы использовали классификацию ТНМ восьмого пересмотра, при которой опухоли полости рта, Т3, в том числе рассматривались при наличии глубины поражения до 10 мм. Критериями исключения служили категория первичной опухоли СИТ-А4, наличие первичного множества злокачественного образования, а также ранее проведенное специализированное лечение, а также наличие клинически значимых уже пораженных лимфатических узлов шеи, которые определялись методами стандартной лучевой диагностики, ультразвуковым методом исследования, методами магнитно-резонансной томографии. За период с 2013 по 2019 год мы проанализировали данные 178 пациентов. При этом в исследование включено 63 пациента со стадии СИТ-1, Т3, Н0, Н2, М0, у которых мы выполняли диагностическое исследование в виде однофотонной эмиссионной компьютерной томографии в сочетании с компьютерной томографией для определения, прежде всего, варианта лимфотока, это билатеральный либо монолатеральный, а также определения топографии сигнальных лимфатических узлов, то есть тех лимфатических узлов, которые накапливали радиофарм препарат. У группы пациентов, которые составляли 33 человека, мы уже выполняли удаление первичной опухоли с выполнением односторонней шейной лимфодисекции для оценки, прежде всего, статуса сигнального лимфатического узла и выяснения диагностических характеристик методики биопсии сигнального лимфатического узла. Группа исследований составила 63 пациента, при этом на наибольшей степени наблюдались пациенты с ранними стадиями заболеваниями, которые соответствовали первой или второй стадии заболевания. Методика осуществлялась следующим образом. В начале пациента выполнялось перитуморальное введение подслизисто-радиофарм препарата Технифита на 12, 3, 6, 9 часов условного циферблата. Использовался препарат Технифит с активностью 150 мкб. После этого, примерно через 60 либо 90 минут, выполнялась однофотонно-эмиссионная компьютерная томография с целью оценки топографии сигнальных лимфатических узлов, а также определения варианта монолатерального или билатерального варианта лимфатического оттока. После этого, на следующий день, согласно протоколу Европейской ассоциации по отдельной медицине, мы выполняли хирургическое лечение, которое заключалось, прежде всего, в удалении первичной опухоли и выполнении односторонней шейной лимфодисекции в соотношении с данными однофотонно-эмиссионной компьютерной томографии. При этом среднее количество выявленных сигнальных лимфатических узлов, то есть тех, которые накапливали радиофапрепарат, составляло 3, и мы все лимфатические узлы удаленные маркировали в соответствии с классификацией Робинсон 2008 года по уровням шейного лимфатического коллектора. Чтобы в дальнейшем сопоставить данные метода радионуклидной диагностики с данными литурозуковой диагностики, магнитно-резонансной томографии и обязательно с данными патоморфологического исследования удаленных сигнальных и несигнальных лимфатических узлов. Патоморфологическое исследование сигнальных лимфатических узлов, то есть тех, которые накапливали радиофапрепарат, мы осуществляли в соответствии с протоколом СЕНД, самого крупного европейского исследования, посвященного исследованию биопсии сигнального лимфатического узла у кого-то пациента с плоскоклеточным раком слизистой облочки полустирта. При этом выполнялась стандартная патоморфологическая диагностика с использованием окрашивания гематоксилина и азином, а также монгистохимическое исследование с панцитокератитом, которое позволяло выявить наличие микрометастазов и даже изолированных опухолевых клеток. Результаты нашего исследования показали преобладание монолатерального варианта лимфатического оттока. Так, в группе пациентов в 66% случаев наблюдался монолатеральный вариант лимфатического оттока. При этом при анализе локализации опухоли полустирта, степень распространенности в соответствии с категорией Т-классификации ТНМ, категории поражения лимфатических узлов, статистически значимых различий обнаружено не было. А вот фактор, как переход первичного опухоли за срединную линию, являлся важным показателем, который позволил нам предположить или прогнозировать наличие билатерального варианта лимфатического оттока от первичной опухоли. При изучении топографии сигнальных лимфатических узлов, то есть тех лимфатических узлов, которые накапливали радиофам препарат, они наиболее часто локализовались на уровнях с первого по третий шейного лимфатического коллектора. При этом при исследовании варианта в зависимости от варианта лимфатического оттока, а также от локализации первичной опухоли категории Т-системы ТНМ, наличие пораженных лимфатических узлов, статистически значимых различий в топографии обнаружено не было. При исследовании информативности методики биопсии сигнального лимфатического узла в группе пациентов с плоскоклеточным раком языка первой и второй стадии, которая составляла 26 человек, мы получили следующие данные. Прежде всего, следует отметить, что при анализе результатов мы руководствовались тремя диагностическими моделями. В соответствии с первой диагностической моделью за сигнальный лимфатический узел мы принимали тот лимфатический узел, который накапливал радиофарм препарат по данным однофотонной эмиссионной компьютерной томографии и находился наиболее близко к первичной опухоли, либо был соединен с ней дорожкой приносящего лимфатического сосуда. В этом случае чувствительность методики составила всего лишь 33% и была клинически неприменима. Согласно второй диагностической модели за сигнальные лимфатические узлы мы принимали все лимфатические узлы, накапливающие радиофарм препарат вне зависимости от удаленности первичной опухоли. В этом случае чувствительность методики составила 66%, что также не было клинически применимо. И при третьей диагностической модели мы считали сигнальными лимфатическими узлами все лимфатические узлы, которые накапливали радиофарм препарат вне зависимости от степени удаленности от первичной опухоли, а также лимфатические узлы, которые не накапливали радиофарм препарат, но локализовались на тех же уровнях, что и лимфатические узлы, накапливающие радиофан препарат. В этом случае показатели диагностической точности и чувствительности приближались к 100%. Важно понимать, поскольку мы использовали в качестве золотого метода оценки патоморфологической исследований, специфичность во всех трех диагностических моделях равняла 100%. Аналогичные показатели мы получили при изучении информативности методики биопсии сигнального лимфатического узла на группе пациентов с плоскокличным раком слизистой оболочки полости рта, куда помимо опухоли языка добавились опухоли слизистой оболочки щеки, губы, ряда других локализаций полости рта. И в принципе мы получили аналогичные значения, согласно которых наибольшей чувствительностью и диагностической точностью обладает методика биопсии сигнального лимфатического узла при удалении всех лимфатических узлов, накапливающих радиофарм препарат, а также лимфатических узлов, которые находятся на том же уровне, что и лимфатические узлы, накапливающие радиофарм препарат. При динамическом наблюдении за данной когортой пациентов, 33 пациента, медиана наблюдения составила 2 года, мы получили следующие результаты. У 29 пациентов, у которых отсутствовало данные за поражение сигнального лимфатического узла, прогрессирование заболевания было отмечено только у 4 из них. При этом у двоих в случае билатерального варианта лимфатического оттока и у двоих в случае монолатерального варианта лимфатического оттока. И важно являлось то, что при монолатеральном варианте лимфатического оттока, диагностированном методом монофотонной эмиссионной компьютерной томографии, рецидивы и прогрессирование заболеваний на противоположной стороне шеи не отмечалось. А в случае билатерального варианта лимфатического оттока частота прогрессирования лимфатических узлов шеи на противоположной стороне составила 8,3%. Очень важно, что прогрессирование дистальнее уровня накопления сигнального лимфатического узла замечено не было, и проскакивающих метастазов также зафиксированного не было. Основными выводами можно сделать следующее, что в основном преобладает монолатеральный вариант лимфатического оттока у пациентов с облоскоклеточным раком слизистой облочки полости рта ввиду латерализованности опухоли. При этом значением, которое позволяет отграничить варианты билатерального и монолатерального лимфаток, является значение 4 мм и ближе от средней линии. Наиболее часто сигнальные лимфатические узлы локализаются в группе от 1 до 3 уровня, а локализация лимфатических узлов, накапливающих радиофар препарат на 4 уровне дистальнее, наблюдается крайне редко. При этом очень важно, что не наблюдается субклинического поражения лимфатических узлов дистальнее уровня накопления радиофар препарата. Наша работа была оценена на международном уровне, было получено несколько наград на международных конференциях, и в дальнейшем мы продолжили изучение данной концепции, и было опубликовано несколько работ, которые сравнивали уже методику биопсии сигнального лимфатического узла в классическом представлении и так называемую селективную шейную лимфодисекцию, которая выполнялась на основе данных однофотонной эмиссионной компьютерной томографии. Ввиду того, что плоскоплечный рак слизистой оболочки полустирта является достаточно редким заболеванием, выполнение исследований крайне проблематично. И вот одно из таких крупных исследований, которые проводятся в настоящий момент, и результаты которого будут опубликованы только в 2036 году, являются исследованиями, которые проводят хирургическое отделение опухоли головы и шеи в Университете Техаса. И мы все ждем этих результатов, поскольку они позволят ответить наиболее точно на вопрос о клиническом значении биопсии сигнального лимфатического узла при лечении пациентов с раком слизистой оболочки полустирта. Спасибо большое за внимание. Продолжение следует...